Здравствуйте, друзья, с вами Кик, и в сегодняшнем выпуске вас ждет Поднебесная, где предложили сбивать группировки Starlink слабыми атомными боеголовками. Apple, которая, цитируем, «подчинится» и заменит Lightning на USB Type-C в iPhone. Снова танцующие роботы от Boston Dynamics, робопсы из Китая, которые уже сбиваются в стаи. Орнитоптер, установивший мировой рекорд по продолжительности полета, и NASA, которая сформировала комиссию по изучению НЛО. А первые результаты работы опубликуют уже в следующем году. Все эти и другие интересные темы прямо сейчас. Погнали! Друзья, сегодня практически все, что связано с интернетом, связано с облаком и облачными технологиями. Многие компании размещают свой сайт или приложение, хранят медиа и базы данных в облаке. А 23 тысячи проектов делают это в облаке Selectel. Selectel – ведущий российский провайдер облаков и IT-инфраструктуры с 14-летним опытом. На базе шести собственных дата-центров компании и трех партнерских площадок доступна аренда облачных серверов. Облачные серверы от Selectel отлично подходят для решения задач любого масштаба. От размещения интернет-магазинов до создания собственных VPN и развертывания тестовых сред. Облачные серверы станут идеальным решением для растущих проектов. Можно выбрать минимальную конфигурацию сервера на старте проекта, а если нагрузка возрастает, то можно масштабировать ресурсы сразу же, без простоя. Все до безумия просто. Несколько кликов в панели управления my.selectel.ru и вуаля, у вас уже есть свой облачный сервер. Кстати, сейчас заказать облачный сервер в Selectel можно дешевле. К заказу стал доступен бюджетный базовый SSD-диск. При заказе облачного сервера с новым диском экономия может достигать 30%. Переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код, регистрируйтесь в панели my.selectel.ru и экономьте до 30% на облачном сервере с новым SSD-диском в Selectel. В мае этого года в научных кругах Китая возникло обсуждение угрозы со стороны глобальной спутниковой сети Starling. Сегодня Илон Маск уже не скрывает ориентации Starling на военных, что лишь усугубляет озабоченность китайцев. Другое дело, что уничтожение тысяч спутников без угрозы дружественным космическим аппаратам простых решений не имеет. Но китайцы его нашли. На днях в рецензируемом китайском научном журнале Nuclear Techniques ученые-физики NOAC опубликовали статью, в которой рассказали о создании моделей для расчета массового вывода из строя спутников на орбите. Утверждается, что модель очень точная и позволяет провести вычисления за считанные минуты, что дает возможность устранять даже такие угрозы, как атака гиперзвуковым оружием. В качестве решения предложен относительно управляемый взрыв сравнительно слабой атомной боеголовки, мощностью 10 мегатонн на заданной высоте. Подрыв боезаряда непосредственно на орбите признан опасным, поскольку, во-первых, продукты распада образуются в ограниченном объеме, что не даст нужного поражающего эффекта. И, во-вторых, радиоактивные частицы будут захвачены магнитным полем Земли и создадут высокорадиоактивный пояс, который будет угрожать абсолютно всем космическим аппаратам. Вместо подрыва боеголовки на орбите предложен взрыв на высоте 80 километров, где еще есть достаточно воздуха, чтобы молекулы атмосферных газов были вовлечены в образование радиоактивного облака. Такое облако за пять минут поднимется на высоту 500 километров и распространится на область порядка 140 тысяч квадратных километров. Облако станет своеобразной ловушкой для спутников, которые будут частично или полностью повреждены при его прохождении. Тем самым можно одной боеголовкой вывести из строя сотни и тысячи спутников на заданной орбите и не нанести ущерб дружественным аппаратам. Высотные испытания ядерных зарядов проводились США над Атоллом Джонстон к западу от Гавайских островов. По словам китайских физиков, предложенная ими модель в точности повторяет поведение радиоактивного облака в тех испытаниях 50-60-х годов прошлого века. Маск пока никак не прокомментировал данные идеи. Видимо, он слишком занят бюджетной Теслой, о которой грезит очень давно. Команда инженеров Тесла работает над созданием автомобильной платформы следующего поколения, предназначенной для выпуска электрокаров в половину дешевле, чем Model 3 или Model Y. И у Маска на неё большие планы. Он подтвердил, что компания всё ещё планирует заняться разработкой платформы нового поколения, которая послужит базой для создания бюджетных моделей. «Это главная цель нашей новой команды разработчиков», — сказал Маск. «На этом этапе мы и закончили проектирование Cybertruck и Семи. Так что мы продолжаем работать над следующим поколением автомобилей, которое, вероятно, будет примерно в половину дешевле, чем платформа 3 и Y». Цены на Model 3 для сравнения начинаются от 47 тысяч долларов. Звучит так, как будто Тесла занялась созданием компактного электромобиля по цене от 25 до 35 тысяч долларов. Кроме того, Маск подчеркнул, что по объёму производства новый автомобиль должен превзойти все остальные модели компании, вместе взятые. Тем временем Apple впервые официально прокомментировала решение Евросоюза о принятии унифицированного порта зарядки в гаджетах, включая смартфоны. По словам руководителя отдела маркетинга Apple Грега Джосвиака, компании просто не оставляют выбора. «Очевидно, нам придётся подчиниться, у нас нет выбора», — ответил Джосвиак на вопрос Джонатана Стерн из The Wall Street Journal о том, заменит ли компания Lightning на USB Type-C в iPhone. Относительно того, когда стоит ждать этот переход, представитель Apple заявил, что европейцы диктуют сроки для европейских клиентов. Согласно принятому закону, с осени 2024 года все смартфоны, планшеты, наушники, цифровые камеры, портативные игровые консоли и электронные книги должны оснащаться разъёмом USB Type-C, позволяющим их заряжать. Грег Джосвиак оставил без ответа вопрос, будет ли Apple использовать USB Type-C в устройствах за пределами ЕС. Глава маркетинга Apple также высказал своё недовольство данным решением, поскольку переход с Lightning на USB Type-C приведёт к большому количеству электронных отходов. При этом до сих пор неясно, стоит ли ждать данный переход уже в следующем году, или же Apple будет оттягивать это до 2024 года. Есть также вероятность, что компания вовсе откажется от портов в своих топовых моделях iPhone, оставив USB Type-C для более доступных моделей, таких как iPhone SE. Поехали дальше. Компания Boston Dynamics опубликовала в своём YouTube-канале видео, на котором её роботы-собаки Spot танцуют под хит южнокорейской поп-группы BTS. Выход ролика был приурочен к концерту BTS Yet To Come в Пусане. Бойс-бенд на время прощается с фанатами, чтобы отслужить три года в армии. Роботы Spot выступают в роли семи участников музыкального коллектива. Под песню Permission to Dance, разрешение на танец, роботы не просто ритмично двигаются, но и делают вид, что поют. Человекоподобный робот Atlas от Boston Dynamics также появляется на видео. Spot дебютировал в 2016 году, это была уменьшенная версия более крупного прототипа робота-собаки Big Dog. Spot оказался проворнее, и за последние пару лет вышло множество видеороликов с его участием. В открытую продажу эта версия робота вышла в 2020 году. На сайте компании упоминается, что конечной целью производства робота Spot, похожего на собаку, является его использование в качестве инструмента для обеспечения безопасности людей и улучшения их жизни. Кстати, в прошлом году робопес Spot был принят в службу безопасности автозавода Kia в Южной Корее. Но они отстают от Boston Dynamics и их китайские коллеги. Компания Deep Robotics научила четвероногих роботов искать объекты в группе. Они делали это в поле, координируя свои движения. В испытании участвовали роботы Juying X20. Ученые расставили на футбольном поле площадью 3000 квадратных метров 30 препятствий и 5 объектов, которые нужно было найти, манекены и плакаты, предупреждающие о взрывчатых веществах. Роботов затем запустили исследовать поле в качестве роя. Каждый робот в нем учитывал, какие зоны уже исследовали остальные участники, чтобы не пойти туда повторно. В итоге роботы нашли все целевые объекты. Американские же инженеры обучили построенных в Массачусетском технологическом институте робопсов мини-чита играть в футбол. 9-килограммовая машина сумела отбить от ворот мяч, совершая для этого всевозможные акробатические трюки. Мини-чита обучали основным умениям вратаря, горизонтальному движению для перехвата мяча, приседаниям и прыжкам для защиты нижней и верхней зон ворот. На первоначальном этапе все движения программировались вручную. Но дальнейшее обучение производилось в системе моделирования, а конечный набор алгоритмов загружался уже непосредственно в робота. Вратарские навыки испытывались на воротах шириной полтора метра и высотой 90 сантиметров, а удары по мячу наносились с дистанции около 4 метров. В какой-то момент на поле было выведено два робопса, один из которых бил мяч, а второй отвечал за защиту ворот. По результатам эксперимента робот успешно отразил 87,5% атак, что лучше результатов прославленных галкиперов. Не исключено, что данный показатель в перспективе может быть улучшен. А вот команда инженеров Google представила робота на основе платформы IS2RB, который может на равных играть с человеком в настольный теннис. На испытаниях за один сет он без промахов отразил 340 ударов, и это число не стало больше лишь потому, что оппонент человек устал и прекратил попытки одолеть машину. Проект под названием I Seem2Real касается не только настольного тенниса, но и создания роботизированной системы, способной работать с быстро меняющимся и относительно непредсказуемым человеческим поведением. Модель машинного обучения анализирует, что делать в виртуальной среде или моделировании, а затем применяет усвоенные знания в реальном мире. Это необходимо, когда для получения работающей модели могут потребоваться годы проб и ошибок. В симуляторе на это уходит несколько минут или часов. Группа исследователей из Бэйханского университета в Китае установила мировой рекорд по продолжительности полета орнитоптера – дрона, который летает, взмахивая механическими крыльями. Дрон питается от литий-ионного аккумулятора, весит 1,6 кг и имеет размах крыльев 2 метра. Орнитоптер может развивать скорость 10 метров в секунду. Рекорд был установлен в открытом поле на окраине Пекина, когда крылатый дрон пробыл в воздухе 1 час 30 минут и 4,98 секунды. По данным китайских СМИ, предыдущие рекорды орнитоптера не превышали получасовой отметки. Команда под руководством исследователя Чжао Лун Фея подала заявку на побитие рекорда в октябре 2021 года. Идея первого орнитоптера возникла у Леонардо да Винчи в 1485 году. В ходе первоначальных испытаний китайский беспилотник уже смог летать 53 минуты. После оптимизации силовой установки и динамики крыла его летные характеристики практически удвоились. Орнитоптеры имитируют полет птиц, летучих мышей и насекомых. По словам китайского исследователя, развитие такого типа технологий позволяет проектировать новые инновационные модели самолетов, отпугивать птиц вблизи аэропортов и даже помогать создавать зонды для исследования Марса. И какой же кик без космоса? НАСА объявила состав рабочей группы, которая займется изучением неопознанных летающих объектов. По результатам первого этапа работы специалисты подготовят доклад, который будет опубликован в 2023 году. Комиссия по изучению НЛО будет заниматься исключительно инцидентами, которые не были засекречены. Данные по ним поступили как от правительственных ведомств, так и от представителей коммерческого сектора. Первый этап работы рассчитан на 9 месяцев, по истечении которых комиссия опубликует доклад. Это случится в середине 2023 года. В состав рабочей группы вошли 16 специалистов, работающих в различных областях научного знания, от физики до астробиологии. Ученые будут заниматься неопознанными воздушными явлениями. Более широкий термин пришел на смену понятию НЛО. В НАСА планируют изучить инциденты, которые нельзя связать с известными на сегодняшний день летательными аппаратами или природными феноменами. О создании рабочей группы по данному вопросу агентство сообщило минувшим летом. Тогда же стало известно имя главы комиссии. Параллельно данная тема прорабатывается и в Пентагоне. В июне представитель военно-морской разведки выступил в американском конгрессе и рассказал о 400 задокументированных случаях наблюдений подобных явлений. Многие из них пока не нашли объяснения, но и подтверждений присутствия сверхъестественных или инопланетных сил тоже обнаружено не было. И на этой ноте мы и завершим сегодняшний выпуск. Спасибо, что посмотрели. Следите за техно-новостями и в нашей телеге, и в ВК. Ссылки мы оставили в описании. Мира вашему дому. Продолжение следует... Продолжение следует...